Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». С вами Валерий Седов. Сегодня мы в гостях у Сергея Сергеевича Личинина, заместителя руководителя отдела криминалистики Следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области. Здравствуйте! Добрый день! 25 мая у нас день пропавших детей, и вот сегодня наша беседа посвящена как раз этому вопросу. Естественно, насколько я знаю, Следственный комитет, он берется за все дела о пропавших детях, и поэтому такой вопрос, сколько сейчас по статистике пропавших детей у нас в регионе? Вы правы. Все факты безвестного насечновения несовершеннолетних лиц, они находятся в ведении Следственного комитета Российской Федерации. За прошедший период текущего года Следственным управлением Рязанской области директировано 41 сообщение подобного характера. Что-то радо заметить, что все лица у нас найдены, и благополучно возвращены кто-то в семьи, кто-то в детские специализированные учреждения. За данный период у нас было возбуждено только одно уголовное дело по факту безвестного насчетновения. Девочки, воспитанницы одного из детских домов Рязанской области, она также найдена, возвращена в данное учреждение, и с ней все в порядке. У нас на столе фотографии трех людей. Что это за люди? Это лица, которые в прошлые годы пропали, и до настоящего времени о них нет каких-либо сведений, сведений об их местонахождении. По данным фактам были возбуждены уголовные дела. Эти дела уже относятся к категории дел прошлых лет, поскольку они возбуждались еще в 2000-х годах. Вместе с тем, про эти дела уголовные никто не забывает. По ним ведется работа с целью поиска данных лиц, установления их местонахождения. Информация соответствующая имеется на официальном сайте следственного управления. Ну вот, а можем ли мы рассказать более детально? Вот, например, фотография молодого паренька, как давно он пропал, и сейчас ему исполнилось 18 или нет, и как давно уже? Вот относительно вот этого молодого человека, он 78-го года рождения, пропал он еще в 95-м году, по факту его безвестное начинание было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства абсолютно обычные. Ушел из дома к другу, до друга не дошел, пропал. Непонятно, куда он направлялся, да, вроде к другу, да, в то же время до друга не дошел, где он сейчас находится. Вот с 95-го года о нем нет никаких сведений абсолютно. То есть сейчас, прошу прощения, что перебил, то есть сейчас этому молодому пареньку 44 года? Да, это уже взрослый, конечно, мужчина, если он остался жив. Но на тот момент он был несовершеннолетним. А кто остальных двое у нас здесь? На период исчезновения были не шлетние лица, девушка и молодой человек. Девушка, вот насколько я помню, в вечернее время прогуливалась с подругой, потом они разошлись, пошли по домам. И вот с того периода они тоже ничего неизвестно. Молодой человек. И молодой человек, там тоже такая же ситуация, он в вечернее время прогуливался со своими друзьями в компании. И опять же, возвращаясь домой, до дома он не дошел. То есть это вот такие типичные истории, когда люди пропадают без каких-либо веских для этого причин. Но сейчас вот этим ребятам, которые наверняка, как и наш молодой человек... Если этот молодой человек пропал в 95-м году, вот эти пропали в 2000-х годах, но также они уже взрослые, совершеннолетние лица. Однако да, я думаю, давайте еще раз повторим, что все-таки их дела не убраны в дальний ящик. Их дела продолжают... Нет, конечно, по всем данным фактам были возбуждены уголовные дела. Эти, как я уже выразился, эти дела относятся к категории дел прошлых лет. Про них никто не забывает. Они к ним постоянно возвращаются, отрабатывают какую-то свежую, вновь поступившую информацию. И ими постоянно занимаются, этими делами. Мы поговорили про статистику этого года. Что по статистике 2021 года? Какие там успехи и промахи? Если взять весь 2021 год, то у нас было зарегистрировано порядка 140 сообщений о безвестном очиновении несовершеннолетних лиц. Большая часть из них была установлена. Вместе с тем, в прошлом году было возбуждено 5 уголовных дел, по 3 из которых лица были найдены, а по 2 подростки стали жертвами преступлений. Лица, совершившие данное преступление, были установлены, и по данным уголовным делам расследование в настоящее время продолжается. Вы сказали, что большинство пропавших подростков найдено. То есть, мы можем сказать, что 90% всех таких дел раскрываются успешно. Как ведутся поиски? Какой алгоритм поисков? Основная часть детей действительно находится. Причем в первые сутки с момента исчезновения. Поиски начинаются незамедлительно с момента поступления сообщения о безвестном очиновении лица. Сообщение поступает либо в органы внутренних дел, либо непосредственно в органы следственного управления. Подключаются различные силы и средства, в том числе МЧС, какие-то волонтерские организации, поисковые отряды, которых у нас на территории Рязанской области несколько. С двумя из них у нас заключены соглашения о взаимном сотрудничестве. В принципе, эти меры, сплоченность этих сил, она позволяет в такие достаточно кратчайшие сроки устанавливать происхождение несовершеннолетних лиц. Но ведь среди общего потока дел есть и та процентовка, где именно дети стали жертвами уголовных преступлений. Как проходит алгоритм? Вы ищете и параллельно расследуете, что это может стать частью криминала? Как, в общем, это работает? В большей своей массе сообщения о безвестном очиновении несовершеннолетних лиц, они не носят криминального характера. Причины в основном ухода детей из семей или из детских специализированных учреждений, они банальны. Ребенок поругался с родителями вообще по бытовым каким-то причинам, либо не убрал комнату, либо не выучил уроки. И буквально через несколько часов он сам возвращается, либо выходит на связь с родителями. По данным фактам уголовные дела не возбуждаются, и все мероприятия проводятся в рамках процессуальных проверок, по которым в итоге принимается решение об отказе и возбуждении уголовного дела. Если мы видим, что причина ухода ребенка из дома или его исчезновения непонятна, для этого у него не было никаких причин, оснований, родственники или знакомые не могут внятно объяснить вообще причину исчезновения, время, обстоятельства этого. Здесь, конечно, незамедлительно возбуждаются уголовные дела, там и проводятся расследования, в рамках которого осуществляются осмотры жилищ подростков, устанавливается его круг знакомых, круг общения, анализируется информация о его телефонных соединениях. И таким образом удается либо установить место хождения ребенка, который жив и здоров, либо, как это не грустно, обнаружить труп ребенка. Насколько мне известно, раньше заявление принималось правоохранительными органами только на 10-й день исчезновения человека, потом на 3-й. И сейчас вы говорите, что если ребенка находят живым и зачастую в первый день, то уголовное дело не возбуждается. В какой день можно подать заявление о пропаже ребенка и будет ли что-то родителям, какие-то штрафные санкции, если их ребенок найдется в первый день, условно говоря, сбежал из дома, погулял по округе, вернулся. Будет ли какие-то штрафные санкции родителю за это? Нет, штрафных санкций за это не предусмотрено. Это заблуждение, что обращаться необходимо через какое-то время определенное. Обращаться необходимо сразу же. Как только вы поняли, что вы не знаете, где ваш ребенок находится, он не выходит с вами на связь, сразу же обращайтесь в правоохранительные органы по данному факту. Поскольку порой потерянное время чревато тем, что ребенка просто могут не спасти. Ну, если ребенок попал в какую-то серьезную ситуацию, потерялся в лесу, допустим, там порой время идет на минуты. Вот и все. Не говоря о криминальных причинах пропажи детей, можем ли мы как-то систематизировать, почему дети уходят из дома, почему дети пропадают, какие-то вот такие общие причины? Да, причины, в принципе, мы можем обозначить. Если мы рассматриваем категорию детей, которые живут в семьях, здесь и причины банальны. Это бытовые конфликты с родителями, которые обусловлены слабой посещаемостью школы, успеваемостью. Либо банально ребенок не убрал комнату, возник конфликт, он спылил и ушел просто. Если мы затронем категорию детей, которые находятся в детских специализированных учреждениях, то здесь в основном причина – это желание к самостоятельности, встретиться с какими-то друзьями, просто погулять по городу. Это вот такие типичные причины для данной категории детей. Можно ли как-то спрогнозировать, на что стоит обратить внимание родителям, чтобы ребенок не поступил так? Понятное дело, что каждый человек индивидуален, но можем ли мы какую-то подсказку родителям дать, условно говоря, как себя вести? Ну, здесь, мне кажется, рецепта определенного нет. Единственное, что можно посоветовать родителям – это больше общаться с детьми. Дети должны доверять родителям, должны делиться с ними своими какими-то тревогами, переживаниями, поскольку если в кругу семьи они не будут находить какую-то опору, я думаю, что они будут стараться ее находить где-то вне дома, и в этой связи у них и будет возникать мысль на то, чтобы уйти. Поэтому это просто общение с детьми, будьте им друзьями, больше проводите с ними времени и больше их узнавайте, своих детей. Поскольку порой родители не могут ответить на элементарный вопрос по поводу пропавших детей. Бывали ли случаи, что один ребенок пропадал дважды? То есть, может быть, какой-то паренек из неблагополучной семьи забегал один раз, забегал другой раз? Или повторные случаи исключены? Нет, повторные случаи бывают, ежегодно они происходят. Это ежегодно у нас на слуху две-три фамилии. Это те дети, которые периодически уходят или из дома, или из детских специализированных учреждений. И причем с ним проводится различная профилактическая работа. Но, как показывает практика, если ребенок уже склонен к бродяжничеству, то очень затруднительно его убедить в том, чтобы он находился в одном месте, был дома, либо в интернате. И без ведома воспитатели, либо родители никуда не уходил. Это практически невозможно. Да, они уходят, они некоторое время где-то находятся в городе, общаются со своими друзьями, но спустя там некоторое время их находят и возвращают домой, либо в интернат. Это вот так из раза раз повторяется. Порой там некоторые дети у нас по 4-5 раз уходят за год. Есть какие-то санкции в отношении этих детей? В отношении данных детей санкций никаких нет, они просто ставятся на учет в органах внутренних дел. К ним такое достаточно пристальное внимание, но вместе с тем, ввиду того, что если они не совершат какого-то преступления или правонарушения, за которым могут быть привлечены по своему возрасту, соответственно, никаких санкций к ним приемной не может быть. Но, тем не менее, в ПДН, я так понимаю, они стоят на учете? Конечно, конечно, обязательно. И давайте подытожим, выведем общие правила для родителей, что делать, куда обращаться, о чем сообщать, есть ли пропал их ребенок, сколько ждать, не ждать нисколько, все, с какой информацией должен прийти родитель в нужные органы и когда. Если родитель в какой-то момент понимает, что ему ничего не известно о местонахождении своего ребенка, ему незамедлительно необходимо обратиться в правоохранительные органы. Это может быть отдел полиции в районе, это может быть следственный отдел, следственное управление Призанской области, это может быть еще поисковый отряд. У них есть у каждого поискового отряда официальные сайты, к ним можно также обратиться по этому поводу, и они обязательно вам помогут. Вот, действительно, для поиска ребенка необходима его актуальная фотография, актуальная, да, там, не каких-то прошлых лет. Вот, необходимо обладать информацией о том, во что был одет ребенок, что он имел при себе, какие у него имеются средства связи. Все это, в принципе, в дальнейшем поможет его поисках. Не надо ждать, не надо предпринимать самостоятельных попыток к поиску ребенка, да, лучше сразу же, незамедлительно. Вы можете это делать параллельно, параллельно с органами полиции, с органами следственного управления, с поисковыми отрядами. Вы можете оказывать, конечно, посильную помощь в этом, но, тем не менее, лучше довериться людям, которые могут профессионально осуществлять и поиски, оказать профессиональную помощь по данному вопросу. Сергей Сергеевич, спасибо большое, что стали гостем нашей передачи, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.